Друзья, рад вас всех приветствовать на Кубке России 2024 года по зимней блесне, которая проходит в Ульяновской области на базе Русский берег в Старом Маинском заливе нашей всеми любимой реки Волга. Мы начинаем! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на Кубке России по ловле на блесну со льда. Соревнования проходят при поддержке правительства Ульяновской области и администрации Старом Маинского района, Министерства спорта Ульяновской области, Федерации рыболовного спорта России, Федерации рыболовного спорта Ульяновской области. Партнером мероприятий является всеми любимая база отдыха Русский берег, Рыболовная марка «Тим Дубна» в лице Дмитрия Шабадина. Компания «Рыболовсервис» – официальный поставщик торговых марок «Нарфин», «Салмо», «Лакеджон». Компания «РСК Фишинг» – производитель рыболовных товаров. Компания «Ц» – центр экологии и технологии. Компания «ХСН» – производитель рыболовного снаряжения. Компания «ЦЖТН» – федеральная сеть негабаритных перевозок. Техническую поддержку оказывают карты глубин водоемов «Дабдрифт ПРО» в лице Коржавина Владимира. Информационную поддержку оказывает телеканал «Охота и рыбалка», телеканал «Диалоги о рыбалке». Сегодня в соревнованиях принимают участие 84 спортсмена из 15 регионов Российской Федерации. Приветствуем участников команд. На построение для открытия Кубка России 2024 года по ловле на блесну со льда приглашается команда «Ульяновская область-1», «Ульяновская область-2», «Ульяновская область-3», «Тульская область», «Республика Татарстан», «Амурская область-2», «Саратовская область-1», «Саратовская область-2», «Пензенская область», «Чувашская республика-3», «Чувашская республика-1», «Самарская область-3», «Самарская область-1», «Удмуртская республика», «Самарская область-4», «Республика Башкортостан», «Самарская область-2», Амурская область 1, Московская область, Нижегородская область, Республика Мордовии 3, Республика Мордовии 1, Республика Мордовии 2, Ярославская область, Санкт-Петербург 2, Ростовская область. Мы приветствуем участников соревнований, собравшихся зрителей и болельщиков. К микрофону приглашается глава администрации муниципального образования Староманьский район Лариса Мустафовна Чуваева. Добрый день, рада приветствовать вас на нашей гостеприимной Староманьской земле. Я от души поздравляю вас с этим замечательным событием. С Кубком России по ловле на блесну со льда. Долго запоминала, но все-таки запомнила. Эти соревнования в Российской Федерации проходят с 2014 года. И второй раз наша Староманьская земля вас принимает, дорогие участники соревнований. Второй раз вам помогает наш Староманьский лед. Я от души поздравляю вас. Здесь нет проигравших, вы все победители, потому что ваше стремление и желание всегда соревноваться и быть первыми, это превыше всего. Поэтому, конечно же, вы все победители. Но, тем не менее, я желаю вам всем победы. А это самое главное. Победа для себя, победа в душе, победа вашей команде, победа вашего региона и, конечно же, победа нам всем. А теперь наш гостеприимный Староманьский район встречает всех участников хлебом и с солью. Ребята, еще раз здравствуйте. Хочу пожелать вам сразу побед. Удачи не желаю. Вы не любите это слово. И хочу напомнить, да, с 2014 года впервые у нас прошел Кубок России в Нижегородской области. И затем мы регулярно проводили эти соревнования в различных регионах нашей России. Последний Кубок России, крайний, проходил в Новосибирской области, в Бердске. Ну, вы знаете, в каких условиях? Минус 40 была температура. Но, несмотря ни на что, соревнования состоялись и были выявлены обладатели Кубка России. Но, к сожалению, их здесь нет, потому что все-таки далековато, они не смогли приехать. Хотя наши команды Европейской части и Урала там были. Я хочу вам напомнить о том, чтобы мы с вами, несмотря ни на что, соблюдали меры безопасности. Ледовая обстановка вы знаете какая. И берегли себя. Второе. Хочу передать приветствие и поздравление от президента Федерации рыбового спорта России Александра Геннадьевича Комиссарова, который удаленно, но смотрит за нами, наблюдает и переживает за то, как будет проходить это мероприятие. Судейская бригада, вы видите, перед вами стоят наши судьи уважаемые. Главный судья перед вами стоит, у нас сегодня два замглавного судьи. Замглавного судьи Семен Хайет, Дмитрий Нахалов, пожалуйста. Дмитрий Золотухин, главный секретарь. Всех судей представит оставшийся главный секретарь, но я хочу всем вам напомнить и сказать, что представительство, конечно, довольно серьезное на этих соревнованиях. У нас здесь один мастер спорта международного класса, Александр Воробьев, где он руку поднял. Скромно стоит. У нас присутствует 27 мастеров спорта. Перечислять всех не будем. 50 кандидатов в мастера спорта и 6 перворазрядников. Это очень серьезно. Больба будет, будем говорить, серьезная. И думаю, тот формат, который мы сейчас впервые проводим, должен вам понравиться. Почему? Потому что здесь конкретно, будем говорить, победит в личном зачете сильнейший, ну и команды тоже сильнейшие будут. Если вопросов ко мне нет, передаю слово ведущему. Слово для приветствия предоставляется президенту Федерации рыболовного спорта Ульяновской области Сергею Петровичу Саликову. Дорогие участники, рад вас всех видеть на нашей гостеприимной Ульяновской земле. Хотел бы пожелать вам честной борьбы и ни хвоста, ни чешуи. Спасибо. Право открыть соревнование предоставляется Анатолию Григорьевичу Козыреву. Внимание, сравнение на флаг Российской Федерации. Кубок России по ловле на блесну со льда объявляю открытым. Уважаемые спортсмены, зрители и болельщики. Поздравляем вас с открытием Кубка России по ловле на блесну со льда. Главному суде соревнований Козыреву Анатолию Григорьевичу предлагаем приступить к своим обязанностям. Желаем участникам соревнований удачных стартов и победных финишей. На этом водоеме я не был, для меня он не знаком. Вот три дня тренировок, чуть-чуть приоткрыли какие-то секреты, но, к сожалению, уверенности в моих словах пока не будет. Но, тем не менее, рыба есть, рыба ловится. Да, клев капризный и однозначно по приманкам нет вариантов. То есть работают разные типы блесен. С глубин я, наверное, начну ловить по классике. Это бровки и, наверное, мелководные в районе 2-3-4 метра. То есть это будет основа. Интересно будет посмотреть на местных рыбаков. Возможно, они что-то знают про глубинную рыбу, про бонусов. Потому что здесь такая рыба есть, она тоже ловится, но вот как-то пощупать и познакомиться с ней не получилось. Ну, в принципе, по опыту, наверное, я думаю, что средний улов по зонам будет где-то в районе от 1 до 2 килограмм. Это мой прогноз. Многие считают, местные, что будут уловы больше, но, возможно, мы не совсем хорошо тренировались. Поэтому я думаю, что если каждый поймает по 2 плюс, то это уже будет хорошо. У нас в этом году Кубок первый раз именно российского формата проводится в новом формате. То есть мы выступаем не в свободной зоне, ограниченной там очень большим расстоянием, а выступаем в зонах, которые регламентированы количеством участников. То есть на одного спортсмена приходится 30 метров либо береговой линии, либо просто по длине. И 280 метров по ширине. То есть у нас зона получается 2,5 километра квадратных. У нас есть зоны А, Б, В в первый день и зоны А, Б, В во второй день. Будет у нас выполнена жеребьевка спортсменов на первый и второй день. И поэтому каждый день спортсмены будут выступать в разных зонах. И по результатам двух дней, как обычно, будет присвоено первое личное, первое командное. Ну и все то же самое по второму и третьему местам. Ну что, друзья, Кубок России по зимней блесне в Ульяновской области открыт. И сейчас начинается жеребьевка. Предлагаю вам вместе со мной туда отправиться. В результате жеребьевки капитаны команд определяют, кто из спортсменов попадает в какие зоны. Наступило утро первого соревновательного дня. Все спортсмены расходятся по своим зонам и ожидают старта первого тура Кубка России по зимней блесне. В глазах каждого из спортсмена виден предстартовый мандраж. Но после команды «Старт» все это проходит и начинается беспретендентная борьба. Впереди 4 часа ловли в ограниченном пространстве. И за это время спортсменам нужно поймать немного рыбы, а немножечко больше, чем остальные участники соревнований в своей зоне. А для того, чтобы показать хороший результат, на тренировках нужно было понять, какие глубины максимально перспективные и какие участки нужно занимать сразу со старта. Как оказалось, самые перспективные глубины были от 1 до 2,5 метров. И лучшие уловы были сделаны именно на этих глубинах. В среднем попадался окунь от 10 до 20 грамм, без каких-либо раздач. Вся ловля была трудовая, нужно было много бурить. С лунки ловился 1, 2, 3 окуня, а иногда лунки были даже пустые. Поэтому спортсменам приходилось очень и очень много бурить толстый, мокрый лед. Первый раз участвую на такого формата мероприятия. Что могу сказать? Прекрасное место, прекрасная база, прекрасная организация. Я всегда думал, что Казань является водным регионом, одним из самых лучших. Но, как лишний раз, убеждаюсь, что Ульяновск он тоже богат водоемами и рыбой. Настрой боевой. Сам звук церкви, приятный перезвон колоколов в начале, создал, я думаю, хорошее впечатление у спортсменов. Погода жалует нас. Ждем успехов и ждем больших уловов. Спасибо Ульяновской земле. Стартовал Кубок России. Вот сейчас мы находимся на водоеме. Прошло полтора часа первого тура. Погода позволяет спортсменам в довольно комфортных условиях ловить рыбу. Лед, конечно, толстый, но для всех, как говорится, равнозначные условия. Я прошел по водоему, посмотрел. Был в зоне А и зоне Б. Ну, спортсмены ловят потихоньку рыбу. Рыба трудовая. Результаты мы, конечно, увидим только где-то в 14 часов на взвешивании. Но крупных уловов, конечно же, не будет. Почему? Потому что, смотрите, я еле, как говорится, стою на солнце. Солнце слепит. Вот, рыба немножко в ступоре. В целом, хочу сказать, что данный формат проведения соревнований позволяет наиболее точно выявить призеров, победителей в личном зачете, ну и, конечно же, в командном зачете. Посмотрим после второго тура и будем делать выводы. Финиш! Вот и пролетели 4 часа первого тура Кубка России по зимней блесне. Спортсмены сдают свои уловы судьям, и капитаны команд отправляются на процедуру взвешивания. Друзья, первый тур Кубка России по зимней блесне завершен. Сейчас спортсмены все пришли на берег. И здесь, в этом помещении, сейчас будет проходить процедура взвешивания. После чего будут известны промежуточные результаты, которые мы вам обязательно покажем. Взвешивание происходит таким образом. Вызывается представитель команды, взвешивается улов спортсмена, а результат заносится в протокол. В общем, у нас состоялся первый тур соревнований. Участники заняли три зоны, и уловы были от средних от 150 грамм в одной из зон до 1,2-1,3 кг в лучшей рыбной зоне. В принципе, у нас из 84 участников 5 нулей, 5, да, 5 нулей, остальные все рыбы поймали. Не назвать этот тур рыбным, потому что сектора расположены были не в самых перспективных местах. Завтра будут проходить соревнования в зонах, которые находятся на противоположной стороне. Как бы книжки, они развернуты. И уловы будут ожидаться прям отличными. То есть, надеемся, что все хорошо получится. В принципе, никаких замечаний по соревнованиям не было. Все участники дошли до берега живыми, здоровыми. Все прошло спокойно. Претензий и возражений не было. Отгремел первый тур. Взвесились. Веса, конечно, очень интересные получились. Теперь по поводу второго тура. Отжеребились. Так, предполагаю, что рабочие глубины будут 2,5-3-3,5 метра. Ну и по рыбе должно быть намного лучше, чем после первого тура. Итоги веса очень маленькие. Вообще очень маленькие. Не всем понравился этот формат. Мормышечный формат. Ходить с блесной, без прикорма. Ну, это так себе вариант. Ну, на второй тур надеемся, что будут веса больше. Рельефная рыба уже. Ближе к руслу. Будет выходить. И рыбка покрупнее будет. Не 5 грамм рыбка будет. Хотя бы грамм по 50-70. Чтобы средний вес рыбы был. Ну и веса уже там до 3, наверное, все равно до 3-4 килограмм в зоне будут лидировать веса. Завершился первый тур Кубка России по ловле на бресну со льда. В формате по зонам. Первый тур прошел без замечаний. Спортсмены все дисциплинированные. Ждем завтра второй тур. Это с собой. Это с собой принял. Главное защитное. Почтите, простите. Вот какой он, вот какой он. Там соленый. К пиву. От салькова. Ну-ка. Неравный вес. Ну. Ништяк. Это единичка. Наступил второй соревновательный день. И спортсмены выдвинулись к своим зонам ловли. Для того, чтобы продолжить борьбу за Кубок России по зимней блесне со льда. Внимание, спортсмены! Вход в зону! Разрешен вход в зону спортсменов. Сейчас спортсмены бегут к своим точкам ловли, предположительно. И сейчас происходит предстартовое состояние второго этапа Кубка России по ловли на блесне со льда по рыболовному спорту. Старт! Уступила команда Старт, и спортсмены начали лов рыбы. Погода стояла шикарная. Припекало весеннее солнышко при полном стиле. То, что нужно для того, чтобы быстро и много ловить рыбу. А рыба ловилась, и ловилась даже очень хорошо. За счет того, что в правильных местах были разбиты зоны с хорошим рельефом и близости к русловому свалу. В общем, друзья, идет у нас второй тур. Кубка России по зимней блесне 2024 года в Ульяновской области в Старом Майнском заливе. Формат кубка нового проводится по зонам. То есть все спортсмены в ограниченной так называемой коробке находятся. И, соответственно, все происходит внутри вот этого периметра. Лично для меня такой формат соревнований нравится больше, потому что я считаю это более спортивно. Дело в том, что иной формат, когда команды ходят по наработанным точкам, там прямо пропорционально зависит результат от количества дней, проведенных на тренировках, и количества точек, которые есть у спортсменов. Вот. Здесь немножко ситуация другая. все в одинаковых условиях, все рубятся в одной зоне, и здесь нужно уже показать свое мастерство, как спортсмен ориентируется, прежде всего, в зоне, насколько он быстро перемещается, как он смотрит за соперниками, ну и, соответственно, результат он будет в турнирной таблице. Напишите, пожалуйста, в комментариях, друзья, как вам такой формат соревнований, вообще нравится, не нравится, ваше мнение. Потому что это видео будут смотреть очень много спортсменов, в том числе и руководители рыболовного спорта нашей страны. И, соответственно, всем будет интересно почитать ваше мнение, что вы скажете, в каком направлении рыболовный спорт, в частности, зимняя блесна, в дальнейшем, как он будет развиваться в таком формате, либо в классическом, когда команды по трое человек ходят с одним судьей по водоему. Сегодня проходит второй и завершающий день соревнований. Мы находимся на удоеме Куйбурского водохранилища, в Старом Айнском районе. Непосредственно это впадение реки Майна в Волгу. Здесь такая затопленная обширная пойма этой речки. Средняя глубина здесь 4-3 метра, но по руслу есть глубины и до 14 метров. Ну и рыбка, соответственно, присутствует на бровочках рядом с руслом. Размерчик неплохой, спортивный. Подтечения здесь отсутствует, дно жесткое, ракушечник в основном. Получилось провести новый формат в достаточно интересном месте, перспективном. Конечно, это был первый раз и есть свои сложности, но все вроде прошло гладко у нас по организаторской части и по соревновательной. Как видите, рыбка поклевывает. Большинство участников довольно, некоторые пока еще не высказывали свое мнение. Посмотрим, взвешивание покажет, кто останется самым счастливым. Вот формат, конечно, да, относительно новый. Вот мы, по сути, в этом году первый раз пробуем такой формат на всероссийском уровне. Сразу проявились и свои плюсы, и свои минусы. Из особенностей можно отметить то, конечно, для таких соревнований такого высокого масштаба нужно ровное количество рыбы во всех зонах, чтобы было. Вот. Здесь такое не везде получилось. То есть были зоны такие сильно провальные. Но в целом как бы интересный формат. Опять же, да, есть плюсы-минусы. Ну да, из того, что можно еще отметить, конечно, очень сильно влияет фарт в плане того, что в зонах никто не тренировался совершенно. Мы очень не тренировались даже если очень-очень давно, то есть до закрытия водоема и то примерно. То есть здесь очень сильно влияет то, куда спортсмен сядет в туре. То есть, по сути, все работают на бум либо по карте. Ну то есть чаще всего по рельефу. в первом туре это была береговая ловля. То есть там, по сути, да, вот просто по берегу все шли. А во втором туре то есть кто как угадал, где стоит рыба. Вот это, конечно, ну не очень хорошо с одной стороны. Но с другой стороны такой рулетки добавляет в результат. Ну вот и финиш, друзья. Прозвучала команда. Это означает, что все. Второй тур Кубка России завершен по зимней блесне. Сегодня по весу я отловился гораздо лучше. все дело в том, что зона просто более рыбная оказалась. Не знаю, как отловились командники. У нас самая дальняя зона. Давайте вам покажу свой улов, сколько мне удалось наковырять. Рыбка вся неплохая. Есть даже, вот посмотрите, такие полубонусные экземпляры. Я думаю, у многих такие есть. мы по крайней мере в нашей зоне. Сейчас все выдвигаемся в сторону судьи, сдаем пакеты и отправляемся на взвешивание. Второй тур оказался гораздо более рыбным, чем первый. Это очень сильно отразилось на турнирной таблице. Кто поймал в первом туре хорошо, мог отловиться во втором гораздо хуже. И так бывает, друзья, это называют качели. Без провалов не обходится. А максимальный вес второго тура у одного из спортсменов оказался аж более 7 килограмм. Взвешивание результатов второго тура Кубка России завершено. Сейчас судейская бригада высшей коллеги собирается у себя в комнате для того, чтобы подвести результаты Кубка. Ну, собственно, все, друзья. Итоги подведены. Сейчас все команды разбирают свои таблички, выходят на построение и начнется процедура награждения призеров и победителей. Оставайтесь с нами, сейчас будет все самое интересное. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать спортсменов на торжественном закрытии Кубка России по ловле на блесну со льда. Финишировал Кубок России. Судьи подвели итоги соревнований, согласно которым определились победители. Уважаемые спортсмены и зрители, наступает самый торжественный момент соревнований. Церемония награждения победителей. Слово для подведения итогов предоставляется главному секретарю соревнований судье всероссийской категории Дмитрию Геннадьевичу Золотухину. Ну что, сразу к результатам. 28 место Самарская область 4, сумма мест 140, 27 место Саратовская область 2, сумма мест 139, 26 место Чувашская республика 1, 25 место Амурская область 2, 24 место Санкт-Петербург 2, 23 место Самарская область 3, 22 место Санкт-Петербург 1, 21 место Удмуртская республика, 20 место Амурская область 1, 19 место Республика Татарстан, 18 место Республика Мордовия 1, 17 место Нижегородская область, 16 место Ульяновская область 1, 15 место Тульская область, 14 место Ульяновская область 2, 13 место Московская область, 12 место Чувашская республика, 11 место Республика Башкортостан, 10 место Ярославская область, 9 место Пензенская область, 8 место Чувашская республика 2, 7 место Саратовская область 1, 6 место Республика Мордовия 2, 5 место Ростовская область, Четвертое место Самарская область 2 Ну и призеры Кубка России 24-го года Третье место Самарская область 1 В составе Стратонов Вячеслав, Надкин Сергей, Смирнов Игорь Второе место заняла команда Ульяновская область 3 В составе Хохлов Юрий, Соколов Илья, Печорин Михаил Ну и победителями Кубка России 24-го года Становится команда Республика Мордовия 3 Личных назову с шестого места Шестое место Трифилов Алексей Сергеевич Удмуртская республика Пятое место Майоров Егор Иванович Ульяновская область 1 От компании КСМ Костюм как раз подходит Четвертое место Поповцев Александр Владиславович Московская область Ну и третье место Павлов Александр Александрович Самарская область 2 Второе место занял Ахмедзянов Ильдар Ринатович Республика Башкортостан Ну и первое место занял Строев Александр Сергеевич Пензенская область Ребята, мы всегда каждый раз говорим Что первые три команды ожидают там призы Вот я приказ зачитываю От 27 февраля Номер 05 Приказ о награждении призеров чемпионата России Это в Красновидово проходил И здесь у нас второе место заняла команда Санкт-Петербург 2 Ко мне за второе место в командном зачете Нарождается команда Санкт-Петербург 2 И что там написано? 240 Третье место заняла команда Московской области 1 Молодцы ребята Команда Самарской области 2 место в командном зачете На Кубке России 23 года Прошу 240 Уважаемые участники соревнований, уважаемые судьи Я думаю, что вам было очень комфортно на Старомайнской земле Я думаю, что Старомайнский лед вам помог Ну, наверное, кому-то помог, кому-то нет Но, как я говорила, здесь проигравших нет Здесь все абсолютные победители Я от души вас поздравляю Сегодня такой большой праздник Сегодня Масленица Сегодня Прощенное Воскресенье И так совпало, что у мусульмана идет священный месяц Рамадан Мы абсолютно разные, но мы все едины Мы все объединены одним Любовью к своей малой родине Любовью к своей природе Побед! Побед! Еще раз вам побед! Любите свою Россию Она у нас одна И приезжайте к нам еще на нашу Старомайнскую землю Мы всегда рады вас видеть Спасибо! На чемпионате России я говорил, что я завершаю работу Во главе экспертной группы Я не передумал Я хочу еще побегать Половить рыбу И предлагаю новому составу Он будет изменен Я доведу дело до конца Достойные ребята будут в экспертной группе Ну, по крайней мере, если вам будет важно мое мнение Я всегда готов работать на дисциплину ловля на блесну со льда Этой дисциплине я посвятил более 30 лет И здесь есть ребята, с которыми я бегал, соревновался Вам спасибо, ребята Я ухожу Дорогие друзья Вот и закончился Кубок России По ловле на блесну со льда На Ульяновской земле Благодарим Оргкомитет Кубка За подготовку и проведение соревнований На высоком профессиональном уровне Уважаемые спортсмены Впереди вас ждут новые успехи в спортивном рыболовстве Новые достижения и победы в соревнованиях Недели и месяцы подготовки к ним А сегодняшний день уходит в прошлое Желаем всем участникам соревнований Новых побед Не только на всероссийских соревнованиях Но и международных турнирах И по народной традиции Мы должны сегодня проводить с вами русскую зиму И сжечь чучело На водоем прибыли в среду В принципе поняли, что особо тренироваться смысла нет Так как для нас самая перспективная глубина Она была соответственно в зонах И особо пощупать в них ничего не удавалось Но обошли периметр, посмотрели зоны немножко Рыбы особо в турах не ожидалось В принципе, первый тур тому и было подтверждение В первом туре удалось поймать всего там 1,3 кг И как казалось, это, по-моему, третье место получилось взять Во втором туре уже были глубинные зоны больше И во втором туре рыбка ожидалась Так, в принципе, и получилось Во втором туре уже поймал почти 3 кг там Без 60, что ли, грамм Рыбка была крупная Но больше какая-то случайная То есть надо было искать, искать эти пятна Рельеф не особо помогал Но терпение и труд все перетрут Тренировались 3 дня, упорно тренировались Нарабатывали точки Подбирали подход к этой рыбе Рыбалка оказалась очень сложной Но благодаря усиленным тренировкам Подалось, ну как бы, все-таки подобрали мы ключик Что как бы дало такой результат Я считаю, что данный формат по зонам Он немножко, конечно, сложнее, чем работа именно в командном зачете Водоем довольно-таки интересный С рельефом, с такой своеобразной рыбы Которая как бы привязана к этому рельефу Ну и Ульяновская земля была такая Как бы нас прекрасно встретила Нас все устраивает Шикарный водоем, в принципе Немножко сложноватый Но не знаю, мы справились Больше бурел Больше постоянно перемещался Ну, подобрал в лесну Вот, наверное, только, наверное, из-за этого У меня работали глубины от 2,5 до 5 метров Организация очень хорошая, очень достойная Водоем очень отличный Очень хороший Разноплановый, поэтому Все, все хорошо К Вакштоку приглашаются Победители Кубка России 2024 года по ловле на блесну со льда Команда Республики Мордовия 3 Кубок России по ловле на блесну со льда Объявляю закрытым Кубок России по ловле на блесну со льда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кубок России по ловле на блесну со льда Кубка России по ловле на блесну со льда